В них все, что необходимо ученику младших и средних классов. Акция «Школьный портфель» уже в пятый раз проводится для детей из малообеспеченных семей. Деньги на рюкзаки и канцелярию выделило Министерство социальной защиты населения Тверской области. Всего удалось укомплектовать 181 школьный портфель. Как на подарки отреагировали дети и их родители, увидела наша съемочная группа. Просто вручить в торжественной обстановке первый ран с будущим школьникам для сотрудников Центра соцзащиты недостаточно. Они решили провести для ребят развлекательную программу. Мальчишки, девчонки и их родители собрались в актовом зале, где и проходило торжественное мероприятие. Тема увлекательной беседы, конечно же, подготовка к учебному году и адаптация ребенка в школе. Если вы вдруг захотите ответить, шуметь не надо. Только руку поднимаем. А парка – это не кровать. Как у нас некоторые детки все, легли и мы спим. С утра не выспались. Поэтому парка – это не кровать и на ней нельзя лежать. За паркой надо сидеть стройно и вести себя очень-очень достойно. А затем дети и их родители совершили маленькое путешествие из ворот своеобразного садика в школьную жизнь. Все это происходило в виде игр, конкурсов и загадок. Будущие первоклассники с удовольствием в них участвовали и старались как можно лучше проявить себя, тем самым показывая свою готовность к их первому жизни учебному году. А что может еще скрасить такой день? Конечно же, только подарки. Традиционно к первому сентября Министерство социальной защиты приобретает ранцы и набор школьных письменных принадлежностей для детей из малообеспеченных семей. Такая помощь, конечно, небольшая, но очень необходимая для семей, потому что в наше время не так-то просто собрать детишек в первый класс. Школьные ранцы принадлежности получили в этом году 181 ребенок, 90 мальчиков и 91 девочка. Остальные наборы будут разведены социальными работниками по школам города и района, где первоклассникам вручат все необходимое для полноценного вступления в новый, насыщенный событиями и знаниями учебный год. Продолжение следует...